народ всем привет с вами канал герасимир вездеходов я мишане сегодня 23 сентября 23 года я приехал в жуков гараж для того чтобы покататься вот на этом красавцы на вездеходе бро электро ну что поехали такс народ начинаем и катиться не совсем сразу так быстро начало движения нажимаем педаль тормоза рычажок режим drive и поехали ну что народ мне пока что очень нравится машина управлять очень легко не побоюсь даже сказать что легче чем разжигарить рука спокойно лежит на крыле два пальчика вращают штурвал ну как вращают слегка двигают вправо влево машина отрабатывает как чиповый станок если я скажу что мне нравится это я скажу вам почти что почти что ничего не скажу это что-то невероятное итак народ по пути нам встретилась небольшая горка попробуем на ней остановиться пускаем педаль газа всю машину встала никуда не держится легкое нажатие и мы медленно прогнозируем а катимся можно дозировать буквально сантиметра нравится первая серьезная водная преграда есть небольшие особенности управления этой машиной на воде потому как у нас управляют моторами контроллер электронные мозги это связано с тем что колеса вращаясь в воде немного ведут себя по-другому нежели чем как ведут себя на сушу поэтому компьютер отрабатывает и процессе руления вездеходом есть небольшие особенности надо сначала остановить и притормозить вращение колес и потом поворачивать машины а а а и а а а а остановились движения колеса дальше рулим все хорошо управлять прогнозируем а едем мы на колесах троп 16 и они нас оказывается мы ехали на слегка задушенном вездеходе сейчас мы его раскроем дадим ему мощности как это выполняется манипуляция сейчас вы увидите то есть как в смартфоне плавли мы речку поперек сейчас мы поглубим повдоль посмотрим как у нас справится с этим ответственным заданием вездеход сейчас он раздушен до максималок то есть все 210 лошадиных сил толкают его вперед поископерывка рыбка 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 все это стемien поископереды а полноценных сил все это каждый раз все это у меня какая-то вся необходимая информация это какую сторону данный момент вращаются колеса и какую нагрузку они испытывают и на воде это полезная информация вот еще важный момент машины выходят без потери тяги если вы подошли к берегу предположим на третьей передаче вам необходимо переключиться ну как минимум на 2 если берег хорош а если не очень хорош на первую как правило это потеря скорости инерции машин для того чтобы она зацепилась передними колесами здесь же ничего такого близко нет просто едете сбросили немного газа машина подошла зацепилась сразу включаются включается сразу появляется нагрузка на вала на валах на цепях моторы моментально отрабатывают увеличивая мощность это очень 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 важный удобный момент и и и и и и и и Так, ребята, предположим, вы едете Едете себе, едете спокойно Едете, ничто вас не беспокоит Наслаждаетесь природой, белочками Брасучками, волчками, медведиками И тут раз, что-то у вас заскрипело вездеходе Ну, мало ли, бывает такое Нажимаете кнопочку Нажимаете кнопочку, наверное, вот эту, да? Канал третий Канал третий нажимаете И, отчуда Вы можете наблюдать за работой механизма Прямо онлайн Посмотрели с одной стороны Посмотрели с другой стороны На состояние тормозных дисков Тормозных колодок И всего прочего А самое главное Наличие воды в облике Что ее нет И спокойно себе продолжаете Ваше путешествие В гости К вкусным рыбам И прочим разным прелестям Это как раз индикация Которая сообщает нам информацию О состоянии Бортов Об их Энерго Вооруженности Энерго Отдачи Энергоприеме Собственно, машина никуда не едет Мы стоим на месте Индикация нам показывает Ровно то же самое Поворачиваем штурвал И появляется индикация О загрузке бортов Что в какую сторону И с каким усилием вращается Это мы поворачиваемся влево Это мы поворачиваемся вправо Сейчас мы сделаем рывок К цели Многим интересно Насколько хватает Батарейки Что я могу сказать Едем мы полтора часа За это время мы преодолели Двадцать километров Жесткого бездорожья у нас не было У нас были спуски Большие подъемы Была речка Вода это достаточно серьезная нагрузка Для энергетической установки В этот момент она обитает Больше электричества Ниже чем когда просто едет По длинной поверхности На данный момент у нас Потрачено Двадцать киловатт часов Что соответствует Одной цепи заряда батарейки Так что ребятки Ну что ехали Ехали мы Наконец приехали У нас Остановка в лесу Мы покушаем Пацаны взяли с собой Сухомятки А я взял с собой Угриль Вот сейчас посмотрим Кто победит И мы еще попробуем Попробуем подзарядить Вездеход от Генератора И я сейчас покажу вам Как это делается Вот У нас вот Гляньте какое живописное Озерко Мы тут не первые Святое место Пусты не бывает Здесь наверное Красиво водится Вон те палки Об этом Нам прям кричат Что рыбы тут водятся Александр Дайте пожалуйста Тут белую коробочку Здравствуйте Михаил Так Стол И ура Наши 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 вкусные Наши вкусные Наши всегда Наши с собой Так давайте Я расскажу о том Как зарядить Эту машину В лесу У нас стоит Генератор Подключен провод Справа От борта У нас находится Ниша в которой Ниша в которой у нас есть Приспособление устройства С помощью которых Можно зарядить Вездеход Здесь у нас коробочка Внутри Находятся у нас две вилки Одна вилка Это силовая Для зарядки Основной батареи Это вилка 220 для заряда Батареи Которая питает у нас Вебасту Слева У нас есть Путь для выбора Сети Что это означает Предположим у вас с собой Двухкиловаттный генератор И Веломками выбора Вы выбираете На табло Вот оно вот здесь Установлено Выбираете Параметр Два киловатта И именно этой мощностью Будет заряжаться Основная батарея Если у вас с собой Предположим Генератор 5 киловатт И выше Выбираете Соответствующий параметр И заряжаете Если Вы находитесь дома И у вас Мощная сеть Выставляете Максимальное значение Оно здесь 9,5 киловатт И спокойно Заряжаете машину Ну и собственно Продемонстрируем Как все это происходит Соединили вилку Подали питание Появились Значения На табло Мы в данном случае Здесь видим 388 Это заряд батареи Вольтаж И 1 киловатт Сейчас у нас Заряжаются С вами Зарядки 1 киловатт Пошел Чтобы увеличить Нам мощность Нажимаю на плюсик Меняется Киловатт И слышим Как напрягается У нас Генератор У нас Генератор На 5,5 киловатт Ставлю 5 киловатт Сейчас у нас Батарея Выливается 5 киловатт И мы видим Что уже Вольтаж Потихонечку Подымается Господа Я спешу вас обрадовать Значит Эта машина Стоит на колесах Тром 16 Свет у нее Аврора Противотуманки Риджит Основная Адаптивная Балка Сверху Тоже Аврора Так Дверка Здесь она Сокрывается Вбок На лицо Прогресс Есть Удобная Ручка Для того Чтобы подняться На борт Есть ступенька Добро пожаловать Вездеход Оборудован Лебедкой Так Здесь у нас Стоит Подкачка Колес Бак Для Вебасты Розетки Для заряда Основной И батареи 12 вольт Здесь управление Мощностью Заряда Заряжаете От генератора Выставляет Сколько у нас Киловатт Выдает Лежит от сети На всю тапку 9,5 киловатт Здесь есть Соответствующая Табличка Со всеми Со всеми Параметрами Багажник Багажник У нас Состоит Из двух частей Передняя часть У него Железная Задняя часть Верхняя часть Багажника Основная Она сделана Из алюминия Здесь у нас Здесь у Вездехода Скрывается Рундук В котором Прячутся Две Зарядки Основной Батареи Емкостью 80 киловатт Часов Кстати Рундук Здесь Такое Дело Я бы сюда класть Ничего бы не клал Потому как Зарядки Провода И Не дай бы Бог Чего случится Здесь у нас Здесь скрывается Основная батарея Емкостью 80 киловатт Часов Заряд Батареи С нуля До Полного Заряда На полной Мощности В районе 10 часов У вездехода Жукова Гража Выйдя Из Ворот Уже Готовы 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 Оборудованы Всем необходимым Для путешествий Есть Музыка Система крепления Моли Балки Для крепления Грузов Есть Второй ряд Сидений Можно Открыть Калитку И удобно Пройти вперед Отличительная Особенность Электрички Это наличие Тоннеля Между Креслами Под диваном Стоят Два Двигателя От Ниссан Лифа С суммарной Мощностью 210 лошадиных Сил С чего Вездеходу Хватает С запасом Большим Машина Выполняет Силовые Упражнения С легкостью И непринужденностью Боковое Остекление Стеклопакета Стоят Штурки Сощитные Москитные Смотрим Что Представляет Из себя Кабина Скажу Что Сидения Имеют Возможность Сложить спинку Регулируются Вперед Назад Штурвал Также Поднимается У нас Имеет Регулировку Имеет Возможность Регулироваться В высоте Точнее По вылету Вперед Назад Здесь У нас Управление Светом Включение Батареи Включение Адаптивной Балки Температура И Показания Основной Батареи 12 вольтовой Отопитель Рация Тангента На своем месте Удобно брать Рука Интуитивно В нее попадает Монитор Монитор Педали Это у нас Педали Тормоза Педаль Газа Для движения Мы нажимаем Тормоз Выбираем Режим Вперед Назад После чего Машина Становится Активной И несмотря на то Что она стоит На месте Машина Поворачивает Контрротацией Вправо И влево На месте Разворачивается Вокруг оси Это у нас Включение 12 вольтовой Батареи Это у нас Электрический Ручник Кнопочка В общем и целом О машине Я рассказал Многое было Уже сказано Рассказано А нам Предстоит Сейчас дорога В обратную Сторону До Жоков Гаража Так что Мы будем Потихонечку Собираться Идать Собирать Нашу Грил Кстати Кто захочет Себе такой Ссылка В описании Скидка По промокоду Герасим Мировезеходов 7% Герасим что ребят поели посмали едем на базу на базу у нас километров наверное 20 ходу туда ориентировать не так же как и сюда если мы не будем лениться часа полтора батарея у нас еще 75 процентов от того чтобы не было когда мы выезжали так что у нас еще есть куча электричества для того чтобы рассказать порезвиться вдоволь катимся мы преодолеваем подъем не сказать чтобы он достаточно крутой но и тем не менее тронуться на двс-ном моторе достаточно сложно недостаточно сложно это можно но это доставляет определенные хлопоты здесь же это все выполняется не перестану этому удивляться повторять легко легким нажатием на газ и отката не рывков и чё просто взяли поеду управление как будто вы видите на обыкновенной машине по асфальтовой дороге вот сравнение напрашивать его на город по лёкости непринуждённо катитесь себе гадиментаритов 60 вечером по городу и напрягаясь абсолютно у меня пальчик красота ставим пятерню на экран добавляем ему 50 50 киловатт 230 ватт закрываем нажимаем тормоз переводим селектор вперед и вот чудо у нас под капотом уже не 20 киловатт вот что хочу еще добавить для того чтобы управлять шармом нужно два пальца здесь нужен один так что это скачок на порядок вперед управлять вот Продолжение следует... 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 Продолжение следует...